Коррупция в России носит недопустимо большие объемы. Для меня, когда говорят слово «провалено», чем профессионалы, а чайка, конечно, профессионал, это два аспекта есть. Первый – плохо работали, а второй – неправильно ставили задачи, постановки задач, не так боролись. Я вам скажу, что борьба с коррупцией носит два аспекта. Первый аспект – технический. И я бы назвал так, меры, которые в области технической борьбы с коррупцией, в том числе законодательной борьбы, приняты в очень большом количестве и они в целом дали большой положительный результат. Но их объем в этом явлении 30-40%, а 60% в этом явлении – это не технические проблемы. Это проблемы общего устройства экономики и политики, по большому счету, страны. Это проблемы неразвитости гражданского общества. Это проблемы институциональные, в том числе связанные с судами. И это проблемы международные. Конечно, когда мы говорим о мелкой коррупции, международный аспект не работает. Но когда мы говорим о крупной коррупции, она в огромной степени раздражает людей. То процентов на 70 он носит международный характер. Вы можете себе представить хоть одного крупного коррупционера, который не хранил бы деньги за рубежом, не размещал там имущество, у него там и семья обычно живет рядом с имуществом, который бы не проводил это через западные и мировые банки, вот эти платежи коррупционные. Это представить себе нельзя. Это означает, что реально мы видим в международном аспекте, что коррупция в России поощряется. Причем откровенно. И даже коррупционеров, которые в Россию ловят, международное сообщество просит выпускать. Тот же Ходорковский пример. Это не случайные вещи. Это связано с тем, что коррупция ослабляет Россию в конкурентной борьбе. И поэтому конкуренты, конечно, рады коррупции в России и поддерживают ее. Хранение средств за рубежом признаком коррупционера не является. Но для того и существуют мировые механизмы, достаточно хорошо отработанных, например, механизмы борьбы с отмыванием, чтобы отделять честные средства от преступных, а коррупция относится к преступлениям. Вопрос заключается в том, что когда российская коррупция опирается на западную поддержку, в размещении средств, мы не получаем от ведущих стран мира, от той же Швейцарии, в Швейцарии, например, сотрудничества в области борьбы с коррупцией. Вообще говоря, по большому счету, если бы Соединенные Штаты захотели бы помочь России, они бы в России прикрыли коррупцию за пару дней. Подвели под отмывание, и все. Под законы от отмывания, отработанные до деталей в мире. И все, коррупция бы закрылась. Ни один коррупционер не смог бы хранить деньги, перечислять, собирать, покупать недвижимость и вообще что-то делать. А система устроена так, что она обязательно опирается на странную юрисдикцию. Я вам приведу такой простой пример. Помните вот этот скандал с Мерседесами и откатами немецкими? А теперь посмотрите на этот скандал юридически. Событие преступления произошло в Германии. Деньги в Россию вообще не поступили. Я имею в виду откаты. Они все прошли по западным счетам, все остались в западных банках. И, собственно, они в Россию даже не планировали поступать. Они попали в экономический оборот Европы, скажем так. И с точки зрения мировой экономической юрисдикции и уголовной юрисдикции преступление совершено полностью на территории Германии. Значит, Германии надо было просто возбуждать уголовное дело, ловить коррупционеров, сажать их в немецкую тюрьму по немецким законам. Это сделано не было. Просто не было сделано вообще. А в России даже концов нету с точки зрения правоохранительных органов, чтобы этим заниматься. Вообще Россия требовала, если вы обратили внимание на позицию российского руководства, как раз-таки российское руководство призывает эти программы подвести под программы отмывания. Просто нам не идут здесь навстречу. Я бы сказал так. Авторитет России не хватает для того, чтобы добиться международной борьбы с коррупцией на территории России. Вот когда Соединенным Штатам надо было решить проблему коррупции, они мгновенно нагнули Швейцарию. И Швейцария приняла даже законы, открывающие швейцарские банки для контрольных органов в Соединенных Штатах Америки. У России такой силы и такого веса нет. Потому что мы потерпели сокрушительное поражение в 1991 году и не являемся до сих пор субъектом международного права, который может, скажем так, жестко проводить свою политику в этих сферах. Вот насилию и эту можем наложить. А добиться решений от органов других стран, а это требуется решение, под программу отмывания должно быть принято решение депутатами и чиновниками разных стран. Мы не можем. Вета — это наша компетенция. Проголосовали за или против. А это не наше. То есть мы можем просить, а нам говорят, видите, вы вон, вы от коррупции слабее. Мы рады. Мы будем коррупцию вас поддерживать. И через коррупцию манипулировать вашими чиновниками, когда нам это надо. И это они делают. Другое дело, что я считаю, что проблему коррупции мы не можем решить, не укрепив национальную власть в силу внутренних и внешних причин. По сути, коррупция характерна для слабой национальной власти. Это ее главная особенность. И опять же, мы сегодня видим, что главный тренд сегодняшней борьбы вокруг выборов — это ослабить национальную власть. И это не случайно. Это главный тренд. То есть все остальное есть вторичные по отношению к этому тренду явления. Когда нам кандидаты говорят о каких-то технических сроках, когда откровенно идет давление на компетенцию и полномочия власти, а оно так идет, требует принять законы, которые снижают возможности национальной власти. Это явно... Вокруг этого идет главная борьба. То есть борьба идет между силами за более сильную национальную власть, а значит в целом России, и силами за более слабую национальную власть, и значит в целом Россию. Слабее власть — коррупция больше. Сильнее власть — коррупция меньше. В силу разных причин. Как внутренних, потому что по-другому работает система правоохранительная, по-другому работает система политической страны, так и внешней. То есть мы сильнее перед другими конкурентами, которые используют коррупцию как механизм манипулирования и борьбы с конкурентом, в данном случае с Россией. То есть манипулируют через коррупцию элитами, попросту говоря. Считаться все там, соответственно, очень легко выйти на любого чиновника, зная информацию о нем, чтобы на него повлиять. Элита страны. Вообще-то она на 80% не российская. Где российская, как вы выразились, элита живет, где семьи, где недвижимость, где престарелые родители, куда уедет после окончания трудовых будней. Это не российская элита. Это как раз тоже одно из последствий 1991 года. А если вы возьмете, ну это, мы видим, то есть процентов на 80. А если вы возьмете факты, например, в области экономики, я вам скажу просто факты. В России вообще нет национального частного бизнеса, среднего и крупного. Мелкий бизнес национальный, частный есть. Среднего и крупного вообще ни одного предприятия. Понимаете, да? Весь, любой завод в России, любое предприятие, любой крупный и средний бизнес в России, а их десятки тысяч, это не то, что там несколько, десятки тысяч, весь находится с точки зрения собственники, собственности в иностранной юрисдикции. И уже собственники, которые говорят, что они собственники, реально являются управляющими зарубежных компаний. Это специфика системного характера, тоже определенной 1991 годом. То есть это не случайное событие, это правило российской экономики. А это связано с политической элитой, потому что политическая элита формируется из экономики. Оттуда деньги, оттуда кадры, идеи. Это результат поражения 1991 года. С этим ничего не сделаешь. Это тяжелое поражение и последствия этого поражения. И капитуляция. Это последствия капитуляции. Ничего с этим не сделаешь. То есть это изменить может только радикальная система, если радикальная система поменяется. И один из кандидатов, как вы деликатно говорите, вообще-то этим и занимается. За это его и убьют. Потому что он не только выполняет какие-то должности официально, он еще и национальный лидер, суть которого преобразовать систему. И бьют ему за это. То есть Россия начинает, появляются ростки национального возрождения, освобождение от решения 1991 года, и им сразу по голове бьют всеми силами. Россия является спонсором финансового благополучия страны или стран-победителей. Как и Китай, как и многие другие страны. То есть победитель не заинтересован и будет биться до конца за то, чтобы Россия изменила ту логику своего жизни, как она ее получила и назначили в 1991 году. Кстати, российское государство, о котором вы упомянули, вообще создавалось иностранцами в 1991 году. Об этом тоже не принято говорить, но это факт, который всем известен, кто специалист. Но говорить об этом нельзя. Российское государство создавалось иностранными советниками. Приехали, создали министерства, ведомства, приняли законы, обеспечили принятие конституции, которая имеет свою специфику. И если вы присмотрите на конституцию, она не является конституцией суверенного государства по некоторым своим параметрам. То есть это просто результат поражения 1991 года. Россия потерпела поражение, и в нее ей назначили систему управления. Надо побеждать. Наши предки знали, что воины надо выигрывать. А если проиграешь, будешь платить победителю. Вот они это знали всегда. А в 1991 году почему-то решили, что не обязательно выигрывать. Не хватило духа, слабости, да мало ли какие причины. Все, теперь платим. Но по большому счету, либо это должен быть очень жесткий процесс, жесткий по своему течению, и, по сути, процесс освободительного движения, который обычно происходит жестко. Либо это так называемый немецкий путь, когда последовательно, настойчиво дожимают вопрос. Вот Германия более-менее восстановила суверенитет, потерянный после Второй мировой войны, когда объединилась ГДР, вопреки позиции американцев, кстати. То есть, по сути, в Германии произошла такая революция восстановления национального суверенитета, частичного, не до конца. То есть, это тяжелый процесс, который, вообще говоря, обычно находится вне жизни даже одного поколения. Малое предпринимательство в России, самое главное, имеет рынок, связанный с торговлей, со сферой услуг, и не имеет рынка промышленности. То есть, всего лишь в российской экономике вес малого предпринимательства 15%, а из 15% промышленный малый бизнес составляет тоже процентов 15. И в результате вот эти 15%, конечно, российскую экономику не устраивает, это связано с ее структурой. А ее структура, скажем так, это крупные монополистические, по своей сути, предприятия, индустриальные эпохи, то есть прошлого века. И инфраструктура экономики не позволяет малому бизнесу прийти в промышленность. Сегодня российская экономика трансформируется таким образом, чтобы появилась возможность создания промышленных предприятий в сфере малого бизнеса, которые были бы экономически рентабельны, окупаемы. Что такое вступление России в ВТО? Это доступ к мировым рынкам. Россия свой рынок дает в обмен на доступ к другим рынкам, других стран. Ну, доступ на рынке серья у России проблем с этим доступом нет. Российское серье и так покупают по всему миру. Кроме того, само по себе защита серьевого доступа особо не требуется. А вот защита высокотехнологичного экспорта требует защиты, потому что это интеллектуальная собственность, это разного рода интеллектуальные суды, это сложные механизмы защиты в том числе. Вот для этого Россия вступила в ВТО, чтобы российский высокотехнологичный экспорт, которого мало, получил международную защиту, и тем самым появились рынки. Потому что в России для него тоже нет рынка. Понимаете, да? Вот для высокотехнологичного продукции в Российской Федерации рынок маленький в силу специфики и типа экономики страны. Значит, запустить научный бизнес можно только на экспорте этой продукции в те страны, где нужна высокотехнологичная продукция и технология. А это ВТО.